Добрый вечер! Вообще, как давно культивируете любовь к сельскому хозяйству? Ну, вообще, сельское хозяйство, если говорить про нашу систему, оно зародилось исторически, наверное, с момента создания исправительных учреждений. Там уже и появилось сельское хозяйство, это выращивание овощей, зелени, ну и, соответственно, разведение уже животных сельскохозяйственным назначением. Ну, я думаю, что вот этот вопрос обеспечения продуктов продовольственной безопасности, да, он в сегодняшних условиях приобретает новое звучание. Вот как обстоят дела с обеспечением овощами и продовольствием в ваших учреждениях? Ну, вообще, самообеспечение продуктов и питания у нас является одним из направлений развития уголовно-исполнительной системы, и залог продовольственной безопасности – это развитие подсобного сельского хозяйства подразделений. Все у нас функционирует в области 18 подсобных сельских хозяйств. В каждом имеется и тепличное хозяйство, в том числе и теплица круга годового действия. Поэтому зелень, овощи мы выращиваем круглый год, и осужденные практически всегда обеспечены свежими овощами и зеленью. То есть на территории учреждений создаются такие вот аграрные мини-комплексы, что ли, да, получается? Да, да. Где вы выращиваете конкретно, может быть, какие овощи? То есть давайте чуть-чуть более предметно об этом поговорим. Ну, как уже говорил, у нас учреждения практически расположены во всех районах области, поэтому, соответственно, производство идет во всех районах. Да, мы полностью на сегодняшний день обеспечиваем себя это картофелем, это капуста, это огурцы. Так, картофеля мы за заготовительную компанию текущего года собрали почти 1100 тонн, капусты 220 тонн, огурцов около 100 тонн. Это много или мало? Это 100% обеспечивает содержание более 9000 человек в наших учреждениях. Это их потребность. Ну, кроме того, мы вырастили морковь и свекли где-то порядка 70 тонн. Это примерно 50% от потребности годовой. А вот как вообще вы такой серьезный учет ведете? В каждом учреждении имеются соответствующие тыловые службы, соответствующие службы бухгалтерии, которые принимают, которые перевешивают. Есть соответствующее хранилище для овощей. То есть, каждая поставка, она взвешивается, перевешивается, кладовщики принимают и все это хранится. То есть, вы создаете еще мощную инфраструктуру, да? Не только, что называется, выкопало сразу на стол, да? Это все нужно хранить, это все нужно учитывать, я так понимаю? Ну, конечно, потому что, ну, готовясь к зиме, у нас проходит и консервация овощей, да, соление, квашение капусты. Вот, запасы в специально оборудованных складских помещениях мы храним. И это позволяет обеспечивать гражданам бывающих наказание у нас в течение целого года. Если говорить о разведении животных, насколько серьезно этот вопрос решается? Ну, у нас учреждения занимаются как и животноводством, так и птицеводством. Вот, отмечу, что свинопоголовье в наших учреждениях составляет более 5000 голов на сегодняшний день. Ну, по данным Министерства сельского хозяйства Архангельской области, это более 40% вообще всего свинопоголовья области. Вот, кроме того, содержится почти 7500 птиц, около 300 голов крупного рогатого скота. Ну, это позволяет нам обеспечить по основным компонентам, по молоку, по мясу, по яйцу куриному, осужденных практически 95% от годовой потребности. То есть, можно говорить, что вообще полностью переходите на самообеспечение? По этим позициям, да. Так, у нас за 10 месяцев произвели мы мясо 200 тонн, молока 350 тонн и яйца куриного почти 770 тысяч штук. Ну, по итогам года ожидаем, что объем, товарный объем сельскохозяйственной продукции у нас составит порядка 130 миллионов рублей. То есть, речь не идет о продаже, чтобы зрители поняли, да? Речь идет о финансовом эквиваленте, да, этих? Да, ну, я хочу сказать, что, естественно, осужденные занимаются этим, осужденные там трудоустроены, они получают за это заработную плату, выделяются деньги из федерального бюджета на их содержание, то есть, эта продукция управлением у исправительных учреждений закупается, да, чтобы, в том числе, как уже говорил, направить деньги на заработную плату осужденным, на приобретение комбикормов, там, пополнение племеноската и так далее. Ну, и уже в дальнейшем идет на питание осужденных. То есть, люди заинтересованы не только, что называется, морально, да, но и, в общем-то, экономически работать в сельском хозяйстве, да? Ну, да, конечно, во-первых, многие из них и приобретают специальность, соответствующую, либо животновода, да, птицевода и так далее. Также у нас в профессиональных училищах открыта специальность овощевод такая, то есть, идет обучение по этой специальности. Ну, и также, естественно, получают заработную плату, с которой, помимо того, что часть идет на их лицевой счет, они могут приобретать товары первой необходимости, они плачут алименты, платят иски. Вот, производимая продукция продается за территорию, да, можно ли где-то ее приобрести? Ну, да, конечно, у нас продается, учитывая, что наши подразделения, в том числе, расположенные в труднодоступных районах, там проходят службы, и, как и наши сотрудники, есть другие слои населения, да, которые там проживают, они приобретают, в том числе, продукцию наших учреждений. Всего за 10 месяцев реализовано товаров продовольственного назначения на сумму где-то около 15 миллионов рублей. На населительную сумму, да? Да, это основное, молоко, то же самое, мясо, яйцо, овощи, точно так же идет на питание. Есть ли какие-то планы по развитию вообще вот этого направления работы? Ну, конечно, планы есть, но помимо, скажем, тактических планов, которые управление создает, есть стратегический план самообеспечения, который утверждает директор СИН России, да, называется «Пятилетний план». Ну, и на сегодняшний день у нас задача к 2020 году выйти на 100% самообеспечения по всем основным продуктам питания. А вот за счет чего это можно достигнуть? Вы будете, ну, по-простому говоря, строить новые теплицы или развивать какое-то другое направление, или все вкупе? Это, как вы и сказали, это будет комплекс, то есть на сегодняшний день это развитие того, что есть, увеличение тепличных мощностей, увеличение поголовья скота, свиней, птицы, да, ну и, соответственно, разработка пахотных семей. Ну, я знаю, что вы принимаете участие в выставках, да, различных и ярмарках, вот давайте несколько слов об этом, насколько интересна ваша продукция? Мы стараемся, мы участвуем в выставках, так, сотрудники у нас в Вельской колонии ежегодно участвуют в областной выставке животноводства по морю. Ну, и в этом году наше 14-е подразделение Вельское получило высшую награду данного фестиваля Гран-при. То есть вы взаимодействуете и с правительством области, и с профильным министерством, и, че, видно, да, в рамках этой работы? Ну, для участия в выставке, да. То есть это можно считать своеобразным продвижением ваших товаров, ваших услуг? Ну, скажу, что на сегодняшний день, к сожалению, если говорить о взаимодействии с правительством области, то оно ограничено с нами в взаимодействии федеральными законодательствами, так как они на сегодняшний день не могут субсидировать ту продукцию, которую мы производим, мы ее опускаем на питание гражданам, да, как другие сельхозпроизводители. Ну, на сегодняшний день федеральная служба у нас в курсе этой проблемы, решает ее. Надеемся, что соответствующие изменения в закон выйдут. То есть нужны изменения на федеральном уровне, да? Да, да, да. И мы сможем более тесно взаимодействовать уже непосредственно со структурами правительства области. Вот мы заговорили о ярмарках, и наша знаменитая Маргаритинка, вы как-то являетесь ее участником? Да, мы ежегодно участвуем в Маргаритинской ярмарке. Ну, единственное, что сельхозтовары мы там не представляем, мы представляем другие товары, которые производятся у нас в учреждениях. Это различные сувениры, это товары для быта, для дач, для бань, швейная продукция. Ну, как эксклюзив, это картины, которые написаны уже гражданами, отбывающими наказание наших учреждений. То есть, я знаю, что вы не ограничивались только сельскохозяйственным вектором работы, да? Вы предлагаете самый разнообразный спектр продукции, который, в общем-то, интересный и северянам, да? Да. Это и строительные, я знаю, какие-то конструкции вы можете производить. Ну, мы производим достаточно много изделий из древесины, в том числе у нас хорошо идут срубы для домов, для бань, для дач, различные уже... У бытовки то, что принято называть, да? Ну, это уже больше не для населения, больше для промышленных, но что это, да, мобильные издания. А вообще, какие планы по развитию, вот, может быть, вот всей этой отрасли такой серьезной, да, связанной с производством чего-либо то ни было в местах лишения свободы? Ну, естественно, такие же планы существуют, как вот я уже сказал, по сельскому хозяйству, так они идут уже по отраслям, да? У нас больше такое отраслевое планирование, то есть есть отдельное планирование по увеличению продукции лесозаготовки, деревообработки, швейной продукции, они также все пятилетние. Вот, ну, в первую очередь рассчитано на то, что, да, у нас на сегодняшний день работает в подразделениях области где-то порядка пяти тысяч осужденных, да, но бывает и наказание около девяти. То есть не все охвачены трудом, понятно, что есть там инвалиды, есть пенсионеры, которые, ну, не обязаны трудиться, да, но часть осужденных, которые могут быть трудоустроены, порядка там около двух тысяч, еще дополнительно, и соответствующие планы созданы, наша цель обеспечить этих осужденных трудом и вырабатывать продукцию. Опыт Архангельской области, он интересен другим регионам, вот вы выезжаете на российскую арену? Конечно, то есть опыт у нас на сегодняшний день достаточно хорошо разрекламированный, пользуется большим нашим спросом, это домостроение, как я уже говорил, из-за оцилиндрованного бревна, это Вельская колония К-14, то есть достаточно много заказов, в том числе и за рубежа, и достаточно серьезное производство, это мобильных зданий, которые, первая колония здесь в городе Архангельске организована. Ну, также на всю европейскую часть Российской Федерации они направляют туда мобильные здания, строят из них различное назначение сооружения, это есть столовые, это административные здания, это общежития и так далее. То есть, насколько я понимаю, вы так встраиваетесь в экономическую ситуацию, являетесь таким активным игроком на рынке предоставления различных услуг? Ну, трудоустройство осужденных, это одна из первостепенных задач уголовно-исполнительной системы, мы ее выполняем. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. Спасибо.